МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кыргызстан для меня. Темная лошадка. Хотя, как живут люди в Центральной и Средней Азии, я более-менее знаю. Бывал в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане. А вот в Туркменистане и Кыргызстане не был. Хотя Кыргызстан уже не в счет. Я здесь, и я этому рад, потому что Кыргызстан – одно из немногих мест, которое может подарить человеку возможность пожить настоящей кочевой жизнью. Многие века эти земли были проходным двором Азии. Здесь отметились небезызвестные скифы, гуны, усуни и тюрки. И вот в один прекрасный век тут появились очередные кочевники – Кыргызы. Кто такие? Откуда пришли? Почему остались, а не ушли дальше? Пусть над этими вопросами ломают головы и копья ученые. Лично мне интересно, отчего память о кочевом прошлом до сих пор не дает покоя этим людям? Почему она определяет их современную жизнь, иногда очень даже оседлую, крепко привязанную к родным домам, полям, огородам, горам и озерам? И каково это – иметь кочевые наклонности в оседлом 21 веке? Оказывается, в советские годы мы называли эту братскую республику не совсем точно. Она была Киргизией, Киргизской ССР. После распада Союза страна стала Кыргызстаном, Кыргыз-республика Сыр. Кыргызская республика. До сих пор старое название Киргизия у нас закреплено актами и распоряжениями. Но из уважения к стране пребывания уж позвольте мне называть ее именем, более привычным для кыргызского уха, а именно Кыргызстаном. Люди же ее населяющие пусть будут кыргызами, а не кыргызами, как раньше. Да и главное, кыргызское озеро надо бы величать теперь Иссык-Куль, а не Иссык-Куль. Знакомство с ним стало для меня символическим входом в кочевую жизнь. Здравия желаем. У Кыргызстана нет моря. Оно ему и не нужно, ведь у Кыргызстана есть Иссык-Куль – самое большое и глубокое озеро в стране. Пансионатов и санаториев вокруг него – не счесть. Здесь отдыхали наши космонавты, первые лица страны Советов. Желанным, понимаешь, гостем в Кыргызстане был Борис Ельцин, первый российский президент. Это же море! Никакое не озеро. Смотрите, какой цвет у воды. Кристально чистая. Товарищ капитан, воду из Иссык-Куль можно пить? Да, можно. Можно воду пить. Но она немножко будет солоноватой. Солоноватой? Да. Потому что в Иссык-Кульской воде 7 грамм растворенных солей содержится. Ну я не отравлюсь? Нет. Вредных производств в округе нет? Нет, такого по близости нет. Особенно здесь она кристально чистая. Если мы наберем ее в стакан, она будет абсолютно прозрачной. Владимир Круз 6 лет в море, то есть на озере. После училища работал матросом, потом окончил курсы повышения квалификации и теперь вот капитанин. Набирается опыта, чтобы в один прекрасный день выйти в океан. Летом он на катере, зимой строит причалы пансионатом и частниками. Быть на Иссык-Кулье и не искупаться, даже в несезон. Под нами 120 метров кристально чистой воды и ни одной акулы, что не может не радовать. Сентябрь месяц. Температура забортной воды плюс 15. Самое то, что надо. Способствует просветлению и озарению. Что если мне называть себя на каргызский манер? Андрей Мет, Ола или Бай Панкрат? Панкратов-Бай. А может, все вместе и сразу? Андрей Метбайола Панкрат. В переводе с кыргызского это означает «Андрей, золотой свет жемчужной луны Панкрат». Или Андрей, жемчужная луна в золотом свете Панкратов. Прогулка по озеру стала для меня посвящением в кочевнике, что ли. А само озеро – купелью, в которой я получил новое кочевое имя. На берегу Иссыкуля стоит город Чолпонадам. А в этом городе есть еще один – Рух-Ордо, что значит «благословенный град». Уникальное место не столько для Кыргызстана, сколько для всего человечества. Уникальность в том, что здесь объединились пять религий – ислам, православие, католицизм, иудаизм и буддизм. Им посвящены пять часовен, внешне одинаковых, но внутри содержащих символы, характерные для каждой из религий. Есть еще и шестая часовня. Она посвящена древним верованиям тюркских народов. «Бог един для всех» – это девизор Ур-Ордо. В эти солнечные деньки в Кыргызстане проходят всемирные игры кочевников, международные и первые в истории. КОЧЕВУЮ ОЛИМПИАДУ Кроме хозяев на кочевую Олимпиаду приехали команды из Азербайджана, Казахстана, Турции, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и даже Афганистана. Концерт местных народов – одно из мероприятий всемирных игр. А вы какой народ представляете? Вы здесь живете? Да. А зачем у вас чашки на голове, пиалы? Это такой танец. И они не падают? Они у вас как-то закреплены? Нет, нет. Не-не-не, не разобьем. Вы здесь живете, да, в Кыргызстане? Да. Нравится вам, естественно, да? Да. Узбеки, таджики и казахи, дунгани, уйгуры, азербайджанцы и турки, корейцы, русские, татары и украинцы живут в стране. Всем нашлось место, все довольны и счастливы. К крайней мере, Андрей Медбайола-Панкратов не встретил здесь никого, кто жаловался бы на судьбу злодейку. Да, давайте. Сыргызстан – страна многонациональная, оказывается, да? Ну, догадывался, но не знал, что настолько. Султан Каримов – заслуженный артист Кыргызской республики. Уйгур – 16-й ребенок в семье. В его роду были узбеки, кыргызы, казахи, русские, поляки и даже японцы. Он сам яркий пример дружбы народов, как птица поет на 20 языках. Не все знают в совершенстве, но всегда ищет человека, который говорит на языке и мог бы объяснить смысл песни, которую Султан собирается включить в репертуар. С 15 лет на сцене. Заслуженный артист Кыргызской республики – Султан Каримов! А если к уйгуру-мусульманину придет в гости католик, допустим, или православный, или буддист, уйгур должен с ним как поступить? Почему? Очень просто показать со всех сторон гостеприимство свое. Потому что предлагать свою кухню, свое, мне кажется, наоборот, заключается в том, чтобы никогда не отделять и никогда не брезгать. Всегда надо помнить о том, что это потом начались, мне кажется, как-то делиться на нации, всякие дела, а все-таки показать человечную свою сторону. Трудные годы, как все же вместе воевали. Мне очень нравится ваш костюм, ваша рубашка. Это какой-то дизайнер вам делал, что ли? Нет. Нет? Где-то купили? Это я просто покупаю. И очень нравится ваш персень. А? Ну, это мой сын подарил. Сам Султан уже больше преподает в Национальной консерватории, чем поет. Но сын идет по стопам, а там, глядишь, кто-нибудь из пяти внуков подтянется. Но от корней никуда не денешься. Даже заслуженный артист может и юрту поставить, и на коне весь день проскакать. Было бы седло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сами делаете? Да, да, это все. Какую цену? Это с пяти тысяч долларов и выше будет. А что так дорого-то? Это все сделано из этого, серебра. Серебро? Да. Это все натуральная вещь. Это все руками делается, самодельная работа. Весь комплект идет. Вместе с луком? Да, с лук и медь. Вы сами скачете на лошади? Да, да, да. Ну как, я же кыргыз сам. Если кыргыз не умеет скакать на лошади, это как стыдно для нас. Есть на рынке ремесел седло и дешевле. За две, две с половиной тысячи долларов, за три. И у каждого гуна было такое, не у каждого скифа и не у каждого кыргыза есть. Быть богатым кочевником занятие не для бедных. Однако и те, и другие играли в одни и те же игры, которые сейчас входят в программу кочевой олимпиады. С некоторыми видами медбайла Панкратов сталкивается впервые. Соревнования по тагускоргуол овечьим катышкам проводятся в лично командном зачете, раздельно, среди женщин и мужчин. И спокойно только, навозом тут никто не играет, его давно заменили камешки. На игру дается час. Судьи на некоторое время стали моими тренерами и посвятили меня в таинство этой хитроумной игры. Белые начинают, как в шахматах. Можно я вам объясню сейчас суть игры? Почему он оттуда начал, а не отсюда? Почему? Потому что здесь все уже образовались четные числа. Было по 9, вы сделали по 10. Когда он уже пройдет, здесь образуются нечетные количества. А вы из одних можете походить и здесь образовывать четные последние. Два раза можете выиграть. То есть мне надо считать сейчас, да? Да, да. Цель игры – приобретение как можно большего количества корголов. Больше 81. Предполагают, что эта игра попала сюда во времена распространения ислама или же по шелковому пути. Сама по себе Тогуз-Коргол древняя. Ей никак не меньше 4 тысяч лет. Тогуз-Коргол очень популярна в Кыргызстане у мальчиков и у девочек. Оба тренера – мастера спорта по катышкам. Вырастили 18 молодых мастеров спорта, чемпионов республики и Азии. Ну, я хочу сказать, что несмотря на мирный характер этой игры, она все-таки такая военная, военно-стратегическая, это стратегия. Потому что каждый вот катышек – это воин, солдат. Чем больше у тебя воинов, тем ты могущественнее. Я предлагаю ничью. А, так и так, белый предлагает ничью. Белая сторона. Я согласен. Одновременно с Тогуз-Корголом в рух Ордо проходили состязания по одной из самых распространенных забав, дошедших с древних времен до всемирных кочевых игр. Называется она Ордо, то есть Орда. Ханская ставка, дворец. Игра – это двухчасовой бой между двумя командами за ставку Хана. В командах по семь игроков. У каждого свой томпой – коровья кость для выбивания альчиков, бараньих костяшек. А выбивают их из круга диаметром 12 метров. Тот, кто за два часа выбил больше костяшек, тот и победил. Игра с виду проста. Метай томпой, выбивай альчики из круга, но метнуть тоже надо уметь. А уж выбить и подавлю. Одних ударов томпоем по альчикам я насчитал не менее девяти разновидностей. Рядом остановится с альчиком или с центром, или ханом, тут еще хан есть, копейка, имеет право этот игрок садиться на колено и выбивает альчиков с внутри. Смотрите, это называется черту. Вот видите, черту он выполняет сейчас. Да. Через час-полтора кочевник Андрей Метбайла Панкратов дорвался-таки до тампоя, альчиков и хана. Ну мне бы вот тоже попробовать кинуть бы хоть пару раз. Обязательно. Да? Обязательно попробуем. Сделаем. Вы другой ногой наступайте на колено. Садитесь. Вот теперь. Вот. Вот. Уже у вас получается. Иди. 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 О, идем туда. Выбивание хана означает свержение с трона правителя. Его роль в Ордо играет советская копейка. Выбить ее за круг сложно, она маленькая и тонкая. Для новоиспеченных кочевников почти нереально, а профессионалы с этой задачей справляются успешно. До самых сумерек Медбайла Панкратов играл с кыргызскими мужиками в Ордо. Обил, так сказать, руку. Возможно, новые навыки пригодятся и в жизни когда-нибудь. Это не Франция, не Париж. Это не Италия, никакой не Милан, не Токио, не Нью-Йорк и даже не Москва. Это город, название которого я, если произнесу, то обязательно ошибусь. Это Кыргызстан, берег озера Иссык-Куль. Вот так. Уже в ночи 20 кыргызских дизайнеров представили в Ру Хардо имени писателя Чингы Зайтматова свои творения. Многие работы навеяны кочевым прошлым и настоящим Кыргызстаном и будто бы специально созданы для показа на кочевых играх. И вот такие девушки у них здесь по улицам ходят. На вкус кочевника Медбайла Панкратова наиболее полно кочевую тему раскрыли вещи из коллекции «Узоры кочевого мира» от Мадины Топаевой, художника по костюмам Кыргызского драмтеатра. Дедушки-бабушки Мадины Сысыкуля. Девочкой она приезжала к ним летом пожить в юрке. Тема автору знакома не понаслышке. Что с голосом у вас? Постыло. Было очень холодно. Перекупались в Иссыкуле? Нет. Репетировали допоздна. Поэтому холодно очень было. А что, если совсем отказаться от национального? Это наше наследие. Поэтому коллекция так у меня называется. Если мы забудем, как говорят, никогда хороший художник не будет хорошим художником, если он забыл старых мастеров. Поэтому я думаю, что надо помнить наших предков. Несмотря на театральность, в одежде Топаевой можно пойти и в гости, и на корпоратив, и на Сабантуй, и на обряд провода невесты к Искузату. Для супермаркета экстравагантно, а для похода в театр вполне. Нет. А вы на лошади умеете скакать? Да? А вы? Да. Вы сейчас врете сейчас? Нет. У нас около города есть большая конная база. Я думаю, они с удовольствием туда ходят все. Ну, больших вам творческих успехов, и дальше мне очень ваша коллекция понравилась. Тут даже топ-модели скачут на лошадях. Я верю, настанет день, настанет час, когда девушки Азии и всего мира сядут на коней не только ради увеселительной прогулки, но и ради поединка с соперницей. Пока борьба на лошадях исключительно мужской спорт. Деревня Кум-Арык, недалеко от Бишкека. Сегодня здесь провожают на игры кочевников выдающегося борца Нурлана Молдакулова. Проводим и мы. О, здравствуйте, Андрей Васильевич. Как доехали? Спасибо, хорошо. Вы как живы-здоровы сами? О, очень хорошо. Очень много людей у вас сегодня. Вот, гости приехали. Да? Я с города приехал сегодня. Понятно. У Нурлана пятеро ребятишек. Один мальчик, остальные девочки. Сын Мукаш растет спортсменом-лошадником. Боксы и единоборство – это так, для себя. Перед отъездом борец собрал родственников и друзей, накрыл стол. Бишбармак на проводах будет непременно. Вот вы, наверное, как никто знаете Нурлана, да? Да, знаю. Что он за человек? У меня много учеников было. Вот среди них самый, как сказать, талантливый, самый послушный, который исполнительный был у спортсмен. Смотреть, он не к младшим и старшим одинаково обращается. Теплое обращение, что все к нему тянутся. Я думаю, из-за этого он самый хороший человек у нас в этом районе, в селе и даже в Кыргызстане. А вот и Бешбармак. Нурлан в большом спорте с начала 90-х. Многократный чемпион Кыргызстана по эринышу, борьбе на лошадях. 20 лет без поражений. Тьфу-тьфу-тьфу. Первый тренер Нурлана Орусбек делит самую деликатесную часть баранины – голову. Ухо это вы кому отрезали ухо? Вот это отдать. Чтобы он послушный был. Ага. Со значением. Да, со значением. А еще какие части кому? Ноги. А вот щеку дает женщина. А женщинам что? Щеку. Щеку? Это для чего? Ну как женщина дает? А вот глаза дают самым близким человеком. Ага. Язык. А язык дают всем. Всем. Самым болтунам. Потому что тут языка нету в голове. Нельзя части осталось. Языка тут нету. Нету, да. Деревня Кумарык большая. Настолько, что не все друг друга знают. По сути, это три деревни поменьше. Одна от другой отстоит на приличном расстоянии. Нурлан живет в одной части, а в школу приходилось бегать к соседям. Кстати, дети в Кыргызстане, даже в младших классах, ходят в школу без сопровождения взрослых. Гуляют одни на улице. Родители отпускают, потому что безопасно. Так, школа большая, значит, детей в селе много. Да, много. Вы здесь же учились тоже? Здесь учился я. И как учились? Хорошо? Плохо? Хорошо. А средний учился? Средний? Да. Двоечки, четверточки? Были. Двоечки тоже были? Четверточки. Иногда бывали. В школу Нурлан и Метбайла Панкратов пришли посмотреть на тренировку молодых атлетов, занимающихся борьбой Кыргыз-Куреш. Нурлан увлекался ею в молодости, прекрасно разбирается в тонкостях этой смертоносной борьбы. Борцовские навыки помогают ему и на лошади выступать успешно. Вот наш спортзал. Ну, по физкультуре-то у вас пятерка была, наверное. Конечно. Конечно. Как положено. Все атлеты местные, кумар-экчане, все чемпионы Кыргызстана. Чувствую, нашему кочевнику наваляют сейчас, размажут по ковру и останется от него мокрое место. Похоже на греко-римскую и вольную. Да, на временную. Только на поясах. Только на поясах. В деревенскую секцию Кыргыз-Куреш ходят 45 человек. Занятие через день. Борьба включена в программу кочевых игр. Время схватки 5 минут. Два балла дают за бросок на бок или на спину с падением бросавшего. Балл за бросок на живот, за уход соперника с ковра или за срыв обеих рук с пояса. Чистая победа – бросок на спину, но без падения. Техническая победа присуждается, если один борец набирает 8 баллов, а у другого – 0. Ну и за ноги хватать нельзя. А мне можно на ковер тоже попробовать? Конечно. Можно? Конечно, можно. Я пошел. Сейчас, зай. Довольно затруднительно, не имея техники поясного единоборства, ввязываться в борьбу. Не знаешь, куда девать ноги, руки, но все равно занятно, хороший опыт. Может он нашему кочевнику когда и пригодится. Все, Россия победил. Все, не-не-не, все, не честно. Да. Еще будешь? Все, ладно, нормально. Я сейчас помню. Костя всегда победит у нас. Да. Россия! Победил, трябит! Очень такая сложная и неудобная борьба, потому что руки должны быть постоянно на поясе. И, казалось бы, нет свободы действия никакой. К тому же, я все время думал, сейчас вот упаду, отцепляться же нельзя, упаду на руки, и он мне что-нибудь сломает обязательно. Но оказалось, что она хоть и сложная, эта борьба, и, казалось бы, неудобная, но она этим и хороша. И кадры вы воспитываете великолепные. Парни еще дадут вот всем этим вот. Молодцы. Да. Мы ими гордимся. Спасибо. 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 С Нурланом Медбай-Алла попрощался ненадолго. Они договорились встретиться на всемирных играх. Борец остался готовиться, а кочевник отправился искать Семеновское ущелье и невероятные чудо-город. Кыргызы до сих пор ставят юрты и живут в них, даже выстраивают из войлочных домов целые города. Естественно, временные, непостоянные. Юрта – жилье для настоящего перекати-поля человека. Приехал, поставил, пожил, разобрал, уехал. Кочевники собрались со всего Кыргызстана. Меня ждут. Я иду, иду. Не начинайте без меня. Вон, как у нашего кочевничка кровь закипела при виде юрт. Вон, как припустил, словно вспомнил о своей прошлой кочевой жизни. Юрту сейчас за 30 секунд один соберет и разберет внук Тамерлана. Город возвели специально к играм. С какой целью? Образовательной. Хочешь познакомиться с бытом и традициями кочевников – милости просим. Свои юрты поставили представители всех кыргызских областей. Даже Бишкек установил по одной от каждого района. Это похоже на порыв городских жителей. Мы с вами, труженики села. Мы не хуже, мы такие же. Мы хоть и живем в больших городах, но все знаем и умеем. Заглянул Андрей Медбайла-Панкратов в одну из юрт, а вышел только через три часа. Вам помочь? Да, конечно. Да? Одежда кыргызов формировалась в кочевых условиях. При желании в ней можно увидеть и характер народа. Косы раньше прятали. К ним подвязывали амулеты от сглаза. Рукава были длинными, чтобы руки прикрывали во время езды на лошади. А головной убор почему нельзя бросать на пол? Обмениваться даже головными уборами нельзя? Это же головной убор, это для хоргызов, это самое высшее, самое святое. А почему он такой странной формы? Головной убор не такой странной формы, это же халпах наша страна национальная. Это значение придает, как наша Аллато, горная вершина. Ага, вот в чем дело. Асель скоро сестру выдает замуж, за кочевника, естественно. Так что будем считать это генеральной примеркой свадебного наряда. Ну, какой она будет помощницей своему супругу? Может ли она ездить на лошади, например? Да, она умеет. А разговаривать она умеет, девушка? Девушка, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как? Алина. Алина. Алина, вы на лошади скачете? Конечно. Из лука стреляете? Из лука нет, но попробую. Да? Так, что еще должна делать кыргызская девушка, жена скотовода? Кобылу можете подоить, корову? Конечно. Так, это... Кумыс сделать можете? Да. Да? А выпить кумыс? Обязательно. Тоже? Женская национальная одежда, рубаха, шаровары, юбка. Сверху безрукавка чиптама. Камзол, кемсел, халаты, много-много украшений. Но главный элемент – тюрбан эличек. Без него гардероб не пола. Тюрбан наматывают прямо на голове. Придется запастись терпением. На эличек уходит 20 метров ткани и 3 часа времени. Сверху на голову укладывают куски материи. Их использовали как бинты-пеленки. Через 3 часа Алина превратилась в раскрасавицу, хоть сейчас в ЗАГС. Когда выдают замуж, поют ведь? Поют. Кошок поют. Кошок? Да. Споем? Ну так, я сильно не умею, но попробую, да? Да. Ладно. Я тоже вам тогда буду помогать. Алина, садимся. Андрей Медбайола ждал, пока Алина заплачет, но она так и не заплакала. Он сам заплакал. Вот клоун. А вам какой вид спорта больше нравится? Салвару. Салвару? Кускумай. Кускумай. Что это такое, не слышал никогда? Кускумай – это когда девушка и парень на лошади гоняются. Парень должен догонять девушку и поцеловать. Жалко, что в программе кочевых игр такого вида спорта нет, а то бы я обязательно принял бы в нем участие. Наверное, есть. Есть, в данный день? Наверное, покажет. Ну, будьте хорошей женой. Спасибо. Спасибо. Юрта, по-кыргызски БОС Юй, актуальна и сегодня. Отношение к ней у кыргызов трепетное. Юрта – это свобода от обстоятельств и коммунальных платежей. Если ты в юрте, тебе не нужны пластиковые окна, кондиционер и электрообогреватель. Землетрясения и ураганы тебе тоже не страшны. Юрта выдержит все. Мервек, я когда через столицу проезжал, видел, возле дома юрта стоит. Зачем в городе юрта? Ну, в городе это обычно стоит кафе, чтобы привлекать наших туристов. А я вот слышал, что на свадьбы ставят юрту в городе, на похороны даже ставят. Ну, на похороны – это как обычай. На похороны обязательно ставят на три дня. У вас есть своя юрта персональная? Да, есть. Поставим? Поставим, конечно. Ух, витрила какой. Пойдем. По утверждению Мербека, каждый кыргыз должен иметь юрту, и каждый должен уметь ее поставить. Ну, где вот мне, я кыргыз, где мне взять такую юрту? Заказать надо. Заказать? Заказать, мастер. А потому что специально. Есть специальные люди, которые занимаются этим делом. Это находится в Секульской области? В Тонском районе. А сколько стоит юрт? Смотря по большинству. Теперь всем известна цена свободы – 5000 долларов. Четыре месяца в году сельские жители проводят в юрте со скотом, на пастбищах, без электричества, туалета и ванны. И ничего, все живы-здоровы. Конечно, не каждый может заплатить такую сумму. Поэтому на рынке появились дешевые китайские брезентовые на металлическом каркасе. Как крыша? Это уже тундук называется. Как как называется? Тундук. Где-то я вот его уже видел. По-моему, на флаге Кыргызстана. Почему эта вещь настолько для вас важна, что вы ее на флаг? Что в ней такого? Потому что это первый дом наш. Мудрый ответ. И первый дом, и символ неба, семьи, вселенной. Три перемычки в круге – это три части эпоса Манас, о котором речь впереди. 40 лучей на флаге вокруг тундука – это 40 кыргызских родов, сформировавших народ. В принципе, Бос-Юй в состоянии поставить и один человек, если вкопает в землю специальную жертву для тундука. А можно я подержу? Конечно, скидывай. Оу, тяжелый он, да? Нет, тяжелый все же. Здесь был поставлен рекорд по возведению юрты – шесть человек за 17 минут. Мы этот рекорд уже точно не побьем вон на сколько. После установки остова, решеток Кереге, Жердей, Уук, юрту оборачивают циновками Кереге-Чи и войлочным покрытием Туур-Дук. А чтобы юрта не улетела, как домик Элли, войлок привязывают к деревянным частям веревками и тканными полосами. По-моему, неплохая у нас получилась юрта, праздничная. Смотри, чуть-чуть, ромбик неправильно смотреть. Да ничего страшного. На торт похоже. На торт похоже. Зайдем? Зайдем. В наши новые дома по традиции первым заходит кот или кошка, а в юрту – аксакал. Потом уж все остальные. Заходи. Да, спасибо. Справа и ноги? Да. Да. А где жить лучше, скажите мне? В квартире, в доме или в юрте? Душа к чему лежит больше? Юрта. Давайте тогда поздравим Мирвека с новосельем. Поздравляем. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо и вам. Да, спасибо. Живите богато и счастливо. Спасибо всем россиянам. Мы вот часто ругаем свою жилплощадь. Маленькая она, неудобная, могла бы быть и побольше. Юрту ругать нельзя. Да и не за что. Вон какая ладная, удобная. Сколько раз кочевникам жизнь спасала. Сам Тамерлан пытался подчинить местные племена, но не смог. Юрта не дала. Когда он приходил, кочевники уходили. Тамерлан уходил, кочевники возвращались. Воевать с людьми, которые не привязаны к деревянным или каменным домам, затруднительно. Степь, горы, стада, юрта, красивая работящая жена. Что еще нужно, чтобы быть кочевником? Человек, едущий верхом на лошади, обычная для Кыргызстана картина. Даже сегодня невозможно представить жизнь Кыргыза без коня. Кыргыз рождался и умирал на лошади. Естественно, в программе всемирных кочевых игр есть и скачки. Одна из дисциплин – гладкие скачки для английских, чистокровных на 2400 метров. Вторым пришел Акмаль Саитов на огнедом семилетнем жеребце Айландере Ван. Его второй конь, темно-гнедой пятилеток Родион, пришел третьим. Какой оптимальный вес для жакея? Сколько вы весите? 53. 53? Постоянно должен быть по сезону 53. Можно вас приподнять? Не тяжелый человек. Спасибо большое. Какие красавцы, смотрите. Это ж какую надо иметь силу воли, чтобы жить в Кыргызстане и каждый год весить 53 килограмма? Кухня тут такая, что не поправиться невозможно. Вот кыргызские атлеты Эри Ниш – борьбы на лошадях. Пупи-то не будут. Это именно та дисциплина игр, в которой выступает наш дорогой Нурлан Молдакулов из Кумарыка. А почему один с голым торсом, а другой нет? Вот здесь вот надо было предупредить, это вот голый торс – это обязательно. Это вот наш судья не досмотрел. Мы сейчас сделаем ему замечание, естественно. Вот голый торс – это тоже обязательно в правилах. Цель борьбы – вытащить соперника из седла, заставить его коснуться земли какой-нибудь частью тела. Спортсмены выезжают на середину круга и становятся лицом к лицу. По команде судьи начинается схватка тени толкайного типа. Времени на нее дается 6 минут. Скажите, но это ведь чисто мужской вид спорта. Женщины не занимаются этим. Женщины. Это мужской, храбрый. Но мне кажется, все-таки, рано или поздно, женщины до этого вида спорта доберутся. Доберутся. Они же в хоккей играют, в футбол играют, боксом занимаются, борются. И здесь тоже. Правильно, правильно. Пусть тоже борются. Пускай борются. Ну, не топлес, как мужчина, а там какую-то форму, чтобы на них какая-то была, да? Очень правильно. Аксакалы говорят, измельчал народ, раньше люди крупнее были. Ну, не знаю. К Нурлану Молдакулу в это точно не относится. Богатырь. Всего три весовых категории в Ириныше. До 75, до 90 и свыше 90 килограммов. Нурлан наш борется с представителем Казахстана. Это принципиальное противостояние. Нурлан просто не имеет права проиграть, потому что весь стадион, и мы тоже вместе с вами болеем за него. Соперник у него серьезный. Но и Нурлан наш не промах. Военный характер единоборства очевиден даже не сведущему в кочевой жизни человеку. Правилами раньше разрешались опасные действия. Захваты за ребра, мышцы рук, выворачивание суставов. Ужас! Я сам наблюдал один из запрещенных приемов. Из-за него афганского борца дисквалифицировали, а вся команда, поддержав своего товарища, снялась с соревнований. Вот этот момент. Афганец проигрывает. Он выезжает за пределы борцовского поля. Судья останавливает поединок. Афганец то ли этого не слышит, то ли делает вид, что не слышит. Он стаскивает каргыза с лошади и вешает его за поезд на рожок передние луки своего седла. Это грубейшее нарушение и даже оскорбление. Очень драматичный эпизод. Ой, 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 ой. Сейчас задавят. А я вот не знаю, может такая борьба пригодиться в жизни. Наверное, может. Почему нет? Встречаются два кочевника. Без ружей, без ножей. Начинают выяснять отношения. Чьи в степи пастбища. Выиграл? Остался на коне. Твои? Проиграл? Ищешь новые себе. Кыргызстан на правах хозяина игр выставляет на Ириныш не одну, как все, а две команды. Всего шесть борцов. Нурлан на арго коненово-кыргызской породы всех победил. И занял первое место. За что и получил калфак, медаль, диплом из 100 тысяч сомов призовых. В рублях это примерно столько же. Мы за вас очень переживали. От начала и до конца верили в вашу победу. И вот вы наконец-то победили. Вы чемпион. Андрей Медбайла Панкратов, твердо решивший покончить с соседлой жизнью, снова захотел поднабраться борцовского ума. В кумарыке ему не додали. У кочевников всяко бывает, а войсда пригодится. Как уже не раз было им же и подмечено. Ну что, стащите меня с лошади, нет? Стащите? У меня поезда, правда, нет. Попробуй. Да? Постарайся. А сзади нельзя. Можно, да? Понятно. Тут надо варежку-то не разевать. А то сзади подберутся. Ну, здорово. Спасибо большое. Спасибо. Больших вам успехов в победу. На окраине Чолпо-на-Тап развалились и лежат на 42 гектарах тысячи камней, имеющих самое прямое отношение к кочевникам. Волуны вынесены сюда селевыми потоками из горных ущелий и разрисованы древними художниками. Очень важное для понимания кочевой культуры место. Наташа, как вы думаете, почему древние художники никогда не рисовали котиков? Кого угодно рисовали. Слонов, жирафов, крокодилов, мамонтов, бегемотов, а котиков нет. Это же так мило, котики, правда? Дело в том, что эти котики помогали этим людям в охоте. То есть они имели способ приручать диких кошек, которые впоследствии помогали им в охоте. Так почему они их не рисуют? Есть. Где? Здесь есть у вас? Да, есть. Где? Вот это мы с вами можем рассмотреть барса снежного. Вот здесь, вот эта часть животных, тоже барсы. Оказывается, для древних кочевников котиками и были самые настоящие барсы. Стало быть, кошачье имя «Барсик» родилось не на пустом месте. И ведь, что интересно, все животные, изображенные на камнях, до сих пор в Кыргызстане водятся? Да, шкоро. Ритуальные сооружения, я читаю на табличке. Да, да, да. Это вот они, вот эти вот, да? Да, да, они есть. Сооружения. А что же за ритуалы здесь проводились? Кровавые, наверное. Животных резали на камнях несчастных. Я не слышала о таком, чтобы здесь проливали кровь. Скорее всего, место связано с почитанием предков, какой-то кочевой семьи, рода. Животных тут во славу умерших не резали, а травками место окуривали. С космосом никак не связано? Ну, есть у ученых версии, что в этих кругах имеется геомагнитная аномалия, благоприятная для человека. То есть можно постоять здесь, набраться энергии? Ну, я видела... Помогает? Вы пробовали? Помогает? Нет, не помогает. У нас была группа туристов, у одного из туристов был прибор, я не знаю, как он называется. То есть он должен был определить эту геомагнитную аномалию, он не определил. И турист расстроился. Поверхность валунов за тысячелетия покрылась так называемым пустынным загаром, на котором удобно рисовать. Каменные полотна безымянных художников расписывались со второго тысячелетия до нашей эры по восьмой век нашей. А чем рисовали? Выбивали каменным металлическим орудием в зависимости от времени. То есть сначала использовали острые камешки, а потом металлические царапки. Так-то вот, да. Большая часть рисунков относится к седьмому-третьему векам до нашей эры. По мнению исследователей, это время рассвета скифского звериного стиля, который и получил отражение в наскальном творчестве. И творчество это под угрозой исчезновения. От времени, экологии, погоды. Загар вместе с рисунками сходит, отслаивается, появляются проплешины. Ева, а ты что любишь рисовать? Расскажи. Кошку? Вот кто котиков любит, вот кто котиков настоящих рисует. Древние кочевники, каким бы народом они не принадлежали, были людьми не без талантов. Если бы современному кочевнику, да вот хотя бы Андрею Медбайла-Панкратову, дали задание указать рисунком на место восхода солнца в конце осени-начале зимы. Как бы он справился? Очень странный какой-то рисунок. Эта стрела прямо из козла выходит, да? Из, прям вот, из задней его части, так сказать. И рога закончен, законченный круг, правда? Да, да, да. Это вот как раз солярный зимы. Типа солнце там. С чувством юмора были кочевники-то, да? Может, тут был гигантский храм поклонения небесным светилам, где совершались религиозные ритуалы, а наскальные рисунки были своеобразной молитвой? А есть какие-то непонятные изображения, вот НЛО, космонавтов, может быть? Нет таких? Попадаются вот иногда в разных частях света. Здесь есть? Изображений таких нет, но у нас, наши ученые, когда были здесь, они говорили, что вот эта гора, я не знаю, может, это шутка, что типа это место их приземления. Инопланетян? Да. Все-таки есть что-то? Ну, все равно, я думаю, это фантазия, конечно. Фантазия не фантазии, а это кто? Похож на человека, но руки уж больно длинные. Ясное дело, инопланетянин? Ох уж эти туристы, все мусорят и мусорят, мусорят и мусорят. Ничего святого ведь у них нет. Даже на могильник намусорили. А кто здесь похоронен в этом могильнике? Ну, этот могильник не вскрывали. Ученые утверждают, что он пустой по аналогии вскрытых могил. Наконец, Наталья и Андрей Медбаяла добрались до главного, если не сказать центрального места всей этой каменной, богато иллюстрированной книги загадок и кочевых тайн. До обсерватории. Может быть, одной из самых первых в кочевой истории человечества. В день летнего солнцестояния солнце встает. Да, в тот угол, где горы. Да. Проходит по хребту того камня за округом. Ага, первый луч касается вот хребта этого камня. Да. Потом проходит между камней в стене с этой стороны. Ага. Проходит через этот алтарный камень. А вы уверены, что это вот... Фу. Вот этот, наверное? Нет, вот этот алтарный. Вот этот? Так, а ну-ка, подождите. Это больше похож. Луч проходит через алтарь и скользит между двумя камнями, образующими как бы прицел. Но зачем же им это надо было? Вот кочевникам. Земледельцам понятно. Для определения календарных вот этих вот работ своих сельскохозяйственных. А кочевникам зачем? Поклонялись солнцу, как основному проводнику огня. Да. Говорят, недалеко отсюда, в одном из ущелий, похоронен вождь гуна Фатила. Неужели герой песни о Нибелунгах, скандинавских песен старшей Эды, бич божий, перед смертью решил проведать родные места предков, а обратно так и не вернулся. Вот так новый поворот. Чего только не бывает в истории. А Тамерлан, отправляясь в поход, приказал каждому воину оставить у дороги камень. И вырос Курган, и был огонь, была победа. И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни. И последним шел Тамерлан, и поднимал он тяжелые камни, и говорил с ними, вспоминая их имена. Это же все происходило не где-нибудь, а на Иссыкуле. Долго сидел Медбайала на прохладном алтаре, медитировал, и так зарядился, что чуть не простудился. А вечером отправился снова на ипподром поболеть за россиян. Россияне с Алтая играли против турок в Кокберю, Козлотране. 12 на 12. Команда, забившая больше голов, то есть Козлов в тайказан соперника, побеждает. Вес туши определен правилами 30-33 килограмма. На встречу отводится 60 минут, 3 тайма по 20, между таймами 2 перерыва по 10 минут. Во время матча запрещено менять игроков и лошадей. Игрок, нарушивший правила, удаляется на 2 минуты. Нарушил с причинением травмы, отдыхай 5 минут или до конца встречи. Даже и не представляю, что было бы, если бы мне разрешили присоединиться к этим джигитам на горячих скакунах. Живым бы я отсюда точно не ушел. Рановато мне пока еще принимать участие в таких игрищах. Рановато даже в роли козла. Вот что интересно. Голы в казан забивают козлами, а кыргызское название этого спорта переводится как «серый волк». Когда кочевники уезжали на охоту, скот оставался под присмотром стариков, детей и женщин. И в это время волки нередко нападали на животных. Вернувшись с охоты, разозленные кочевники на скакунах устраивали волчьи облавы. Догнав стаю, они подхватывали бегущего волка с земли и бросали друг к другу. Так что на месте козла должен быть, по идее, волк. Как это там в песне-то поется? Жил-был у бабушки серенький козлик. Вот как, вот как серенький козлик. Бабушка козлика очень любила. А вот как, вот как. В туй казаново слета забила. Давай, 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 давай. Ай, туй, давай. Россия! 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 Во время козлодрания воспитывалось бесстрашие не только всадников, но и лошадей. Те, которые не могли перепрыгнуть через упавшего джигита или коня во время игры, считались негодными для войны и отбраковывались. Военная подготовка джигитов осталась в прошлом. Сейчас главное забить козлов побольше. Россияне с этой задачей справились. Обскакали турок. 5-0. Молодцы! Не нырнуть ли нам в глубины кыргызской самоидентичности, чтобы выудить оттуда черты кыргызского кочевого характера? Пусть Андрей Метбайла будет и внутренне похож на кочевника. Но как погрузиться в эти глубины? Да легко! Обратимся к литературной памяти народа и ее носителям. Это юный акын Умет Доолотов. Сысыкули. Идет из школы. Отличник. Знаменитость республиканского масштаба. Младший. Четвертый ребенок в семье. В три с половиной года Умет услышал от брата постарше отрывок из кыргызского эпоса «Манас». Выучил его на слух, а от себя рассказал продолжение истории, которое он слышать ни от кого не мог. Такие вот чудеса. Сын, подойди, пожалуйста. Иду, иду. Садись. «Манас» почитаешь? Хорошо. Эпос «Манас» чуть ли не самый объемный в мире. Он длиннее Илиады и Одиссеи, Рамаяны и Махабхараты. Эпос рассказывает о богатыре Манасе, кыргызском Илье Муромце, его подвигах, деяниях его родственников, друзей, врагов. Это сама история кыргызов. События, происходящие в эпосе, исторические, драматические, трагические. Это чувствуется по интонации молодого рассказчика. Продолжение следует. Полчаса прошло. Умед вошел в транс. Все рассказывает и рассказывает. Где витает его не по годам зрелая мысль? Перует ли он с самим ханом Манасом? Воюет ли с врагами? Может, играет с ними в ордой или в катышке? Если взрослого рассказчика не прервать, он, влекомый своими видениями, может не выходить из транса сутками, не есть, не пить, не спать. После длинных рассказов такие люди падают без чувств. Как бы у мёту не стало плохо. Отец осторожно выводит сына из транса. Как врач? Скажите мне, это для здоровья ребёнка не опасно? Опасно. Опасно. Как началось это увлечение эпосом? Вместо того, чтобы играть в машинке, вот ребёнок чем занимается? С чего это пошло? С чего началось? Думаю, это передалось от предков. Иссыкульская область, родина Манасчи. Все великие Манасчи родом оттуда. У него дед и прадед были рассказчиками. От них этот дар перешёл ко мне и вот сейчас к сыну. Людей, которые так же, как и у мёд, могут читать монаст, называют Манасчи. В Кыргызстане их человек 15. Отец в шестом классе обнаружил в себе этот дар, но по его признанию, младший сын многократно превзошёл отца. Два раза они ездили в Москву. В первый приезд сопровождали президента Кыргызстана на конференции, посвящённой эпосу. Во второй встречались с представителями ЮНЕСКО, отстаивали Манас, как кыргызское явление и наследие. На него претендовал Китай. Отстояли. А что вы попросили его прочесть сейчас? Что мы слышали? Это отрывок о том, как после гибели Манаса его жена Каныкей пришла в Бухарук своему отцу Эмиру. Она была вынуждена скрывать от Симитея, малолетнего сына, его ханское происхождение. И вот когда сын вырос, мать решает открыть правду, но только если Симитей придёт первым на скачках. Он пришёл первым, и она ему всё рассказала. Конечно, ребёнок повествует только то, что видел, слышал от других Манасчи. Периодически Манасчи собираются вместе, обмениваются опытом. Начинает рассказ самый старший, остальные продолжают, подхватывают с того места, где остановился предыдущий рассказчик. Акын знает сюжет от других, может его развить. Добавить своё личное отношение, сочных сравнений, ярких красок, удачных шуток. Так из уст в уста передаётся многовековая традиция, история кыргызов. Пока рассказы у мёта на бумагу не переносят, но видео для семейного архива снимают. Ты сильно устаёшь после того, как прочитаешь Манас? Нет? Наоборот? Тебе лучше? Да. Да? Ну, это было здорово. Спасибо вам большое. Я тоже получил огромный заряд энергии. Он когда читал, меня прям аж... что-то входило. Да, может такой быть? Да, да. Спасибо. Предкам нынешних кыргызов, если верить эпосу, доставалось от соседей. Но они выстояли, благодаря Манасу, его сыну, внуку, жене. Смогли дать сдачи, вернуть своё и доказать, что кыргызов голыми руками не возьмёшь. В этом, видимо, и заключается главная особенность кочевого характера. Никогда не сдаваться. Пусть сегодня не получилось, получится завтра. Не забывать зла, помнить добро, с уважением относиться к природе. Эта высшая кочевая правда передаётся с генами, материнским молоком. Она течёт, растворённая в крови, и тех, кто ещё передвигается на лошадях, ставит юрты, и тех, кто давно пересел на машины и живёт в городах. Вот такие мысли накрыли нашего кочевника в славном городе Каракол. Помимо всего прочего, славен он и скотным рынком. Кыргызстан – страна сельскохозяйственная, животноводческая. Россия тоже, но я не знаю, есть ли у нас скотные рынки вроде Каракольского. Наверное, есть, но в Москве точно нет. В Кыргызстане скотину можно купить даже в столице, не говоря уже о провинции. А как правильно выбрать, вот если мне на шашлык надо, например? Молоднять надо чего? Должен быть молодой? А как определить, сколько ему лет? По зубам. Покажи зубы, а! Как выбрать барана, козу, коня, чтобы они не сдохли завтра, а служили новому хозяину подольше? Вас научат на скотном рынке города Каракол. Часто на рынок ездят коллективно, всем селом, деревом. Нанимают машину, покупают кому-кому надо, загружают и возвращаются домой. Кто с барашком, кто с теленком, кто с лошадкой, кто с бычком, да с коровушкой-кормилицей. А много корова дает молока? Молоко 13 литров. В день? Да. Это много? Нет, это мало. Мало? Это среднее. Рынок открывается в три ночи. Это время для оптовых и розничных перекупщиков. К утру цены на тот же самый скот вырастают, поэтому лучше приезжать пораньше или попозже, потому что к обеду, когда рынок расходится, цены опять падают. Присмотрели уже кого-то? Да. А кого? К кого? Какую кобылу? Ну, жирную нам желательно. За жирную кобылу просят 80-90 тысяч. Дороговато. Но надежда на то, что цена скоро упадет тысяч хотя бы на 10-20, умирает последняя. Без кобылы домой возвращаться нельзя. Алыбек выдает дочь замуж. А какая свадьба без баяна? То есть без конин. А кто будет резать? Сами. Сами, да? Я сам режу. Да. Обделаю тоже. Сами же. Вулканизация, сход, развал, маникюр, педикюр – так шутят местные кузнецы, ставящие подковы лошадям. Тастан Жекшелбыков и Бахтыбек-Кадыров обслуживают Аксуйский район, село Теплоключенко. Рядом Нурбек Эшпаев ставит подковы Тюбсайскому району. А ей больно, наверное. Чего она брыкается? Надо у коня спросить. Чего? Больно ему или нет? Да, да. А чего он брыкается-то? Больно, конечно. Ну, это же скотина. Да? Нужно понимать. Да. Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Так в Кыргызстане не спросят и не скажут. Очень уважаемая профессия. Подковы, понятное дело, самодельные, из арматуры. Надо брать, над дверью вешать, чтоб для счастья и денег... 150 сумок. 150 сумок. А кто здесь изображен? Вы не знаете? На деньгах. Там же написано. А кто это? Что это за женщина? Курманжан Датка. А кто она была? Во время революции. Видные люди. Типа губернатора или Акима было. Ага. А тактагул Саталганов. Это Акын. Акын. Поэт. Куда вам? Денежку вот сюда, да? 150. Ага. Спасибо. Если лошадка рабочая, если копытами шевелить часто и подолгу, то подков хватает на полтора-два месяца. Есть бизнесмены на рынке, которые сбивают цены. Ходят по очереди к одному и тому же продавцу, предлагают цену одну ниже другой. Несчастный покупается на уловку и продает дешевле. И, может быть, последнюю скотину продает. А ведь ему кредит погашать, солярку покупать, а зимы и сеять. А солярка все дороже и дороже. И тут по рынку пробежал слух, что приехал человек от какого-то Панкратова из Москвы. Решает вопросы. Какая же сложная жизнь у вас, у сельскохозяйственников. Очень сложно, очень сложно. Не знаю, сбыта нет. Если бы сбыт хороший был бы, все было бы хорошо. Зачем в России покупать? Это иностранные лекарства, пичканные, искусственные мяса. Экологическое мясо чистое. Ну да, да, да. Мария Идерисова – фермер-пенсионерка. У нее 30 гектаров земли, 50 голов крупнорогатого скота, 100 баранов, трактор. Два сына помогают. Дочки в России работают кассирами в гипермаркете. Привезла белку продавать, шестимесячного теленка. Просит за него 40 тысяч, а дают не больше 30. А если бы мы отправили в Россию? Канкрату передает от меня привет большой. Я очень рада. Он хороший человек, организатор большой, общественный деятель. Может, нам поможет, кыргызским фермерам. Надеемся. Ну ладно, я ему передам, если встреча. Передайте. Хорошо. Так наш кочевник Медбаяла стал еще и предпринимателем. Возит из Кыргызстана мясо в Россию. На жизнь не жалуются. Я его видел недавно. Получил привет от Марии Дерисовой. Мария, вам тоже привет. В Караколе обязательно надо попробовать ашлянфу, окрошку кочевника. Это блюдо такое. Его в Кыргызстане повсюду готовят, но каракольский почему-то считается самым вкусным. Ой, а где же продавец? Где же она? Где же, где же? Ах, вот вы где. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, ашлянфу. Очень хочется попробовать этого вашего блюда. Пожалуйста. Из чего оно состоит? Как его делают? Так, оно у нас состоит вот из лапшей. Так. Потом крахмал. Угу. Соус. Угу. Потом вот перец. Угу. Лазу. И вот соус кисленький. Да, мне тогда... Сделайте, пожалуйста, но без мясного соуса. Ашлянфу хорош с похмелья, оттягивает. А вообще, это еда и утренняя, и вечерняя. Кто как любит, тот вас только и ест. Скажите, а почему местный ашлянфу считается самым ашлянфу вкусным в Кыргызстане? Я вот сама его не знаю, но почему-то считают каракольским самым вкусным. Вот взять из Бишкека, фатакмаке, они совсем по-другому готовят его, не как каракольские. Я знаю почему, потому что здесь самые красивые повода. Спасибо за комплимент. Народу в ресторанчике никого, потому что обед закончился, а ужинов в заведении Софии не бывает. Она работает до полпятого. Андрей Медбайла, у нее сегодня последний клиент. В Караколе умер знаменитый русский путешественник-скиталец, натуралист, действительный член императорского русского географического общества Николай Михайлович Пржевальский. Похоронили его в 12 километрах от города, на обрывистом берегу Иссык-Куля, во внутреннем деревянном гробе и внешнем железном. Два дня копали могилу. Грунт здесь твердый. Сыграю для великого путешественника Николая Михайловича Пржевальского пару кочевых нот. Он ведь тоже был кочевником. О! Голубь речелил. Кочевой инструмент. Вроде простой, а тоже учиться надо. В советские годы у могилы появился музей, рассказывающий об открытиях и экспедициях Пржевальского. Исследователь был равнодушен к чинам, наградам и совсем не равнодушен к работе. Одинокую степную жизнь он предпочитал всем благам цивилизации. Его именем названа не только знаменитая лошадь, но и другие животные, растения, горы, горные хребты, улицы в городах. Каракол в прошлом был Пржевальском. Николай Михайлович готовился к пятой по счету экспедиции, но во время охоты она была его страстью. Выпил воды из реки, заразился брюшным тифом. Эх, может, в степь, в горы, по стопам Пржевальского. В сущности, путешественникам надо родиться, писал он. Да и кочевникам тоже. А еще мир прекрасен потому, что можно путешествовать. Опять его слова. Но что такое кочевая жизнь, как не путешествие? И что такое путешествие, как не кочевая жизнь? И кто такие мы все, как не кочевники во времени и в пространстве? Здрасте. Здрасте. Можно к вам? Можно, можно. Можно. У вас всегда так ветрено. Ветер дует и дует. В этом году животные много болеют. Пять голов в стаде полегло. Ветеринары приезжают, но диагноз поставить не могут. В стадии 40 лошадей, 50 коров, 550 овец. Семья на пастбище живет с июня до сентября-октября, а зимует в 70 километрах от стойбища в селе. Семья многодетная, пособие получает на детей. Есть еще две дочки, они ходят в школу. Младший сын поступил в физкультурный в Бишкеке. Старший отцу помогает. На столе в юрте простая пища. Чай, хлеб, масло, кумыс, курут. На десерт абрикосовое варенье. Скажите, а вот вам где больше удобнее жить? Там, в деревне или на стойбище вот здесь? Дети дышат свежим воздухом, едят чистую пищу. Конфет они не видят, едят только то, что дает мать природы. Это полезно для их здоровья. Одно кобылье молоко чего стоит с кумысом? Вином кочевников. Ими и лечат, и просто так пьют, и для поднятия настроения. Дают кобыл каждые три часа. Если не подоить, они убегут домой. А скотина сейчас ваша на пастбище ушла, да? Да. Они все ушли пастись. За ними никто сейчас не присматривает, они сами по себе. Выезжаем, если есть необходимость. Если был свободен, я бы поехал к ним, смотрел бы за ними пас. Ну, может быть, мы и поедем тогда? Покушаем сейчас и поедем? Да. Место для пастбища достало семье хорошее. Много воды. Ровное, скотину видно. В следующем году они снова пригонят стада сюда, к живописному озеру Сон-Куль. Кирбек, сколько в этом году у животных волки задрали? Двух овец и двух ягнят. В загоне и в поле. Кто отвечает за пропавших животных? За этих четырех мне придется платить. Волк задрал, потерялись, неважно. Я же беру деньги с людей за свою работу. За овцу клиент платит Кирбеку в месяц 30 сом, за корову 120. За лошадь ничего не платят, зато Кирбеку принадлежит все молоко, которое дают кобылы. Если пропадает ягненок, пастух должен выплатить хозяину 3000 сомов. Если баран от 5 до 8, за корову от 30 тысяч и выше. Такая вот кочевая бухгалтерия. В принципе, работа чабана, она несложная. Чтобы иностранцу быть пастухом в Кыргызстане, достаточно знать вот несколько слов. Таркайрат, что-то типа, поворачивай и кош, 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 кош. Пошли, 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 пошел. Вот, ну и неплохо было бы более-менее уверенно держаться в седле, как я. Материальная ответственность, вот что меня пугает. Я бы, наверное, не смог быть пастухом. Совсем наш кочевник Кыргызом стал, а Кыргызился. И, похоже, возвращаться в загазованные города он не собирается. Ему тут лучше, в седле, с вольным ветром и тучными стадами. А раз так, пусть кочует. Кыргызстан – одно из немногих мест на Земле, где еще можно познакомиться с настоящими кочевниками. И самому побыть кочевником. Где ничего не стоит вернуться во времена скифов, гунов, Тамерлана. Ты смотришь отсюда на свою суетную жизнь и понимаешь, что настоящая жизнь, она здесь, среди этих людей, с этой природой. Путешествуйте подольше и подальше. Обязательно приезжайте в Кыргызстан. Будем вместе вести кочевую жизнь. Джакши, Калгала. До свидания. Куш, 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 куш. Куш, куш. Субтитры подогнал «Симон»